После пожара в доме номер 10 на улице Тимакова жильцы квартиры не знают, как возместить ущерб, который нанес огонь. Возгорание произошло еще 9 августа. Огонь полностью охватил общий коридор, обгорели некоторые входные двери и электрический щиток. У нас произошел поджог в коридоре. Подожгли деревянный ящик вот у человека. В 13 часов 59 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Тимакова, дом 10. Через 10 минут сотрудники Государственной противопожарной службы были на месте и приступили к ликвидации огня. Огнем повреждена входная дверь квартиры и имущество. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На пожаре эвакуировано 10 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 4 пожарных автомобиля. Пока причина возгорания устанавливается, люди пытаются понять, кто теперь должен восстановить помещение после пожара. Поможет ли жильцам их управляющая компания ЖКО номер 17. Люди уже обращались туда за помощью. Они сказали так, говорит, по факту пожара он нам не положен. Они нас внесли в план на 21 год по ремонту нашего крыла. Еще вот до пожара подавали заявление им. И так сказали, говорит, ждите теперь 21 год и будет вам ремонт. Все оплавилось, все вообще по полной, все счетчики, все оплавлено. И сказали, что нет. Вы, говорит, остаетесь в таком вот положении. Говорит, либо своими силами, либо, говорит, ждите планового ремонта. Сотрудники нашей телекомпании неоднократно звонили в управляющую компанию ЖКО номер 17. Но на вопрос, будет ли сделан косметический ремонт в помещении общего пользования, ответ был все время одним и тем же. Здесь нужно провести не просто капитальный ремонт, но установить новые электрические счетчики, полностью поменять электропроводку. Если с последним управляющая компания справилась, то по остальным вопросам ответ пока не ясен. Если управляющая организация, обслуживающая данный дом, не берется восстанавливать помещение общего пользования после пожара, то юристы в таких случаях рекомендуют действовать так. Все работы связаны с тем, что замена электрических кабелей, либо там покраска, побелка, в частности, которая повреждена после пожара, лежит на плечах управляющей организации. Именно она потом в дальнейшем в порядке регресса может предъявлять после проведения ремонтных работ требования виновным лицам, которые совершили все эти действия или бездействия, которые привели к повреждению общедомового имущества. Специалисты считают, что в случае, если управляющая компания откажется восстанавливать помещение общего пользования после пожара, необходимо написать коллективное заявление в адрес госжилинспекции и в управление Роспотребнадзора, для того, чтобы данные ведомства дали оценку работе организации. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».